Приветствую всех, кто смотрит этот ролик. В этом видео я вам расскажу, как воевать за Германию на примере Второй мировой войны. Мы рассмотрим некоторые тактики игры за Германию, я вам расскажу, как выигрывать за эту страну. И чтобы иметь представление о том, чем мы занимались до 1939 года, посмотрите предыдущую часть, ссылку оставил в описании. Не будем затягивать, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, я очень старался, начинаем. Перед началом этого ролика хотелось сказать, что этот гайд применим против ботов в одиночной игре. И еще очень важная оговорка, я буду играть по историческому сценарию. 1 сентября 1939 года объявляем войну в Польше. Лучше не призывать союзников, поскольку мы пригласим в Альянс Италию, а если Словакия будет в войне, то бот будет призывать абсолютно всех в войну. Также не забудем авиацию и назначим всю авиацию на Польшу. Приказы авиации я назначил. Так как мы не выформили все-таки приспособленца, я назначу Эриха Манштейна в качестве генерала танковых дивизий. Ставим игру на третью или вторую скорость. Я поставлю на третью. Основной тактикой захвата Польши является молниеносное наступление танками. Пехотой в основном мы не будем наступать, поскольку мы понесем больше материн с Польши, нежели танковые дивизии. Как мы наступаем? Мы сначала две дивизии готовиться отправим в Кельце. Зайдем также в Краков. Также две танковые дивизии около Познания отправим в Равнины. После чего можно уже начать какое-то окружение Познания. Одну пехотную дивизию, именно одну, отправить в Данцик. Поскольку при взятии Варшавы Данцик будет считаться столицей, нужно занять его как можно быстрее. Две танковые дивизии около Эрмлян-Мазури отправляем в Гдыню. Ну то есть мы будем делать окружение самого региона. Также атакуем в Передней Померании вот таким образом. Оставшиеся две танковые дивизии отправим в Плотск. В дальнейшем я расскажу, куда наступать. Конечно, такой вариант наступления является немного душным. Но в таком случае у нас будет гораздо меньше потерь. Это мы сейчас проверим. Если мы просто включили бы автоплан, мы потеряли бы около 30 тысяч солдат. Нам это не будет выгодно. Эти 30 тысяч людских ресурсов мы можем обучить в пехотной дивизии. Ну все, снимаем с паузы. Отправляем одну танковую дивизию в Познань, а в другую в Равнины. Две танковые дивизии заняли Тарун. Теперь делаем окружение, как планировали. И берем КХАП снабжение, а другую танковую дивизию отправляем в леса. Познань заняли. Теперь стоит немного подождать, пока одна пехотная дивизия придет в Познань. А эту танковую дивизию отправляем опять же в Равнины. То есть в Польше мы наступаем исключительно по Равнинам. Мы потеряем меньше людских ресурсов. Великобритания вступила в войну. 2, кстати, сентября. Не 3-го. Как-то странно. И как только две танковые дивизии заняли Плотск, отправляем одну танковую дивизию в Лодзь, а другую в Варшаву. Также наступаем в Равнины. И делаем окружение польских дивизий. Краков заняли. Кельца тоже заняли. Теперь идем в Радом. А тут даже можно сделать окружение польских дивизий около Котовицы. Наступаем в Радом. Также отправляем одну танковую дивизию в Тарнов. И как только заняли Лодзь, идем в Радом. Не забудем все-таки взять эту дыню. Тут можно действовать пехотными дивизиями. Даже можно поддержать одну дивизию. Прибыла одна пехотная дивизия в Познань. Теперь отправляем танковую дивизию в Варшаву. Две танковые дивизии тоже в Варшаву. И одну танковую дивизию в Лодзь. 4-го сентября пала Варшава. Радом заняли. Теперь окружаем польские дивизии и идем в Брест-Литовский. Тут я скоротаю время и сразу же пойду в Тарнов. Не забываем про танковые дивизии. Отправляем их в Варшаву. Котлы, кстати, можно не закрывать. Поскольку мы потеряем большее количество людских ресурсов. И к тому же, если Польша капитулирует, то отдаст нам некоторую часть винтовок, что в дальнейшем нам пригодится. Также можно покрасить равнины. Заняли Тарнов. Теперь идем во Львов. Ну а тут можно чисто по лесам наступать в Ковель. Одну танковую дивизию с Лодзе я перекину в Радом. И теперь можно начать наступление. Тут мы ударим в Белосток, чтобы окружить оставшуюся часть польских дивизий. Поддержим наступление. Ковель заняли. Теперь идем в Ровно. И 10 сентября 1939 года Польша полностью капитулирует. Польша отдала нам 19 тысяч винтовок, что немаловажно. Также некоторую часть артиллерии. И теперь посмотрим на потери. Мы потеряли одну тысячу людских ресурсов. Это вообще отлично. Даже от Новой Зеландии 4 человека, но ничего страшного. А тем временем Польша потеряла 40 тысяч людских ресурсов. Не забудем про оккупацию. В Польше стоит поставить военное положение, поскольку у Польши есть национальный дух, где сопротивление падает очень медленно. Можно поставить военного губернатора, но я лучше поставлю военное положение, поскольку мы будем получать больше ресурсов и промышленности. На свободные военные заводы делаем упор на средние танки. Также на свободные верфи достраиваем все корабли. Распределяем вот таким вот образом. И не забудем пригласить в Альянс Италию. Мы, конечно, пойдем не по истории. Ну, то есть, в реальной истории Италия вступила в Альянс 10 мая. Мы это сделаем раньше, но не будем призывать войну Италию. Нам это необходимо сделать, поскольку на данный момент весь флот союзников сейчас находится в Северном море. Они топят наши конвои. А когда мы пригласим в Альянс Италию, то союзники перебросят весь флот в Средиземное море. Нам будет легче проводить операцию Везер Юбунг. Да и вообще, может быть, высаживаться в Великобритании. Приглашаем в Альянс. Они, естественно, соглашаются. Но не призываем ее войну. Также все-таки стоит закрыть Ла-Манш, западные подходы и Северное море. Это необходимо для того, чтобы наши конвои не топили. Не призываем войну в Словакию. И теперь всю авиацию отправляем в Западную Германию. В дальнейшем я расскажу, как их распределить. 10 танковых дивизий назначим на Нидерланды, Бельгию и Люксембург для операции Гельб. Вот таким вот образом я назначил 10 танковых дивизий. Такой способ является самым активным для захвата Бенилюкса. Также не забудем про пехотные дивизии. По 10 пехотных дивизий под руководством Фонбока я переделаю в элитные пехотные дивизии. И назначим эти дивизии на морские высадки в Норвегу. Вот таким способом я назначил все морские вторжения. Я заострю внимание, что не назначил 2 дивизии в Норвег. Поскольку в Норвеге обычно бот строит крепления. И вряд ли мы туда высадимся. А вот в Тромбсе мы как раз успешно высадимся. Почему я собственно назначаю таким способом морские высадки? Этот способ является самым эффективным для захвата в Норвегии. Там как раз происходит восстание в Осло. И для капитуляции в Норвегии необходимо захватить 5 морских портов. То есть нам просто не нужно идти пешком по всей Норвегии. Можно это сделать через морские высадки. И вот как раз почему мы в предыдущей части расшифровываем Норвегию. Шифр открывает нам приятные бафы на штраф за сторожение. Но и атаку конечно против страны. Две оставшиеся армии назначим на Венилюкс. Вот таким способом я назначил эти армии. Забудем про планирование. И нарисуем линию фронта. И как только мы пригласили в Альянс Италию. Весь флот союзников направился в Средиземное море. А в Северном вообще ноль вражеских кораблей. Нам будет гораздо легче высаживаться в Норвегию. Забудем все-таки назначить 14 ходами дивизии на Данию. Поскольку мы все-таки объявляем войну в Дании. Нужно повоевать примерно 5 часов. И тогда Дания капитулирует. Пока что не тратим решения на инвестиции в Турцию. Нам это не будет выгодно. Мы сейчас занимаемся строительством военных заводов. В дальнейшем примерно в 40-41 году. А мы будем уже инвестировать в строительство Турции. Наращиваем торговлю с Голландией. Конечно же соблюдаем факт Молопова-Риббентропа и отдаем восточную часть Польши Советскому Союзу. На свободные верфи достраиваем имеющийся флот. Фокус перевооружения флота завершен. Теперь идем в развитие военно-морского флота, чтобы в дальнейшем получить скидку на подводные лодки. Не забываем про верфи и достраиваем весь флот. Также можно продолжить наращивать торговлю с Голландией и на 50 политической власти прожать облигации военного займа. Это нам даст неплохие бафы в экономике, что определенно поможет в строительстве военных заводов. Также можно до января 1940 года произвести некоторое количество конвоев. Примерно 200. Начнем обучение пехотных и танковых дивизий. Конечно, в Западной Германии сейчас активно действует авиация союзников. Мы это никак не сможем исправить, поскольку особо мы не делали упор на авиацию. После военных заводов мы сейчас построим в Офройнской области, Гессене, Франконии и Верхней Баварии. Добыча ресурсов поизучена. Теперь начинаем изучать механизированную пехоту. В дальнейшем мы сделаем шаблоны средних танков с механизированной пехотой. Радиообнаружение изучено. Теперь изучаем улучшенную артиллерию, а также наращиваем торговлю с Голландией. В конструкторском бюро флота делаем упор на заметность кораблей. Фокус развития военно-морского флота завершен. Далее, как и планировали, берем скидку на подводную лотку. Шасси улучшенного среднего танка изучены. Теперь идем в переработку Каучука, поскольку за Германию нужно иметь достаточное количество резины. Мы производим самолеты. И все-таки Германия не такая богатая в ресурсах страна, как Великобритания. В конструкторском бюро танков делаем упор на процедуры качества контроля. Конечно же, не призываем Словакию. Не забудем в производстве назначить улучшенный корпус среднего танка. Я не буду его никак изменять. В принципе, нормальные статы. А также на оставшиеся военные заводы начнем производить штурмовики. Вот такой шаблон штурмовиков получился. Он довольно-таки неплохой по статам. Сохраняем. Назначаем конструкторское бюро. Я назначу Фоке Вульф. Наши агенты в Советском Союзе достигли 50% разведенной сети. Начинаем подготавливать коллаборационистское правительство. Наращиваем торговлю с Голландией. Все военные заводы достроились. И теперь активно строится ПВО. На свободные верфи производим конвои. 1 января 1940 года. Можно подвести некие итоги года. У Германии уверенный старт в войне. Мы успешно провели операцию ВАЙС. В захвату Польши. Разделили ее с Советским Союзом. Готовимся активно к операции Гельб и операции Везерюба. Наши агенты подготавливают коллаборационистское правительство в Советском Союзе. Экономика Германии сейчас на пике. У нас оснащенная армия. Конечно, можно хоть сейчас объявлять войну Норвегии и Франции. Но мы все-таки играем по истории. Начнем операцию по оккупации Норвегии 9 апреля. Не забываем наращивать торговлю с Голландией. Италия хочет вступить в войну. Оказываемся, нам это пока что не будет выгодно. Повторюсь, что Италия вступит в войну 10 мая. Продолжим все-таки строительство ПВО. Построим Вертенберги, Мозеле и Нижней Баварии. Фокус развития подводных лодок завершен. Теперь берем фокус на войну с Данией и Норвегией. Поскольку если мы возьмем фокус на 70 дней, то это будет примерно марта. Мы не успеем попасть в тайминг и начать операцию Везер Юбанг 9 апреля. Как только накопили 150 политической власти, ставим всеобщую моделизацию. В конструкторском бюро пехоты делаем упор на надежность. Модернизацию артиллерии изучили. Теперь изучаем тяжелые пульметы. В дальнейшем мы изменим шаблон истребителей. Также наращим торговлю с Голландией. Словакия желает вступить в войну. Конечно же отказываемся. Улучшенный корпус среднего самолета изучен. Теперь изучаем модернизацию ПВО. В конструкторском бюро авиации делаем упор на воздушную защиту и ненадежность. Далее просят вступить в войну. Отказываемся. Наше агентство Абвер работает очень успешно и ловит эфиопских агентов. Фокус операции Везер Юбанг завершен. Теперь берем фокус в обход Можино. Нам необходимо получить цель войны на Мини-Люкс. Поскольку мы опять же не успеем попасть в тайминг и начать операцию Гельб вовремя. Не забываем наращивать торговлю с Голландией. Конечно же отказываемся на все дипломатические протесты. Прожимаем второе решение. В конструкторском бюро танков делаем упор на противопехотную атаку. Фокус в обход Можино завершен. Теперь идем во второй венский арбитраж. И на имеющийся опыт армии не забудем прокачать одну технологию сухопутной доктрины. В конструкторском бюро авиации делаем упор на прирост эффективности производства. Не забываем наращивать торговлю с Голландией. Переработка Каучука изучена. Теперь изучаем корпус подводной лодки. В дальнейшем мы сделаем уже адекватный шаблон подводных лодок, чтобы топить вражеские конвои. В конструкторском бюро артиллерии делаем упор на усовершенствованные расчеты траекторий. Пока что не призываем войну Италию и Словакию. 9 апреля 1940 года. Объявляем войну Дании и Норвегии. Сразу же назначаем флот на восток Северного моря, бережья Норвегии и Баренцево море. Поставим поддержку морского вторжения. По авиации примерно 200 стремителей нам будет достаточно к захвату Норвегии. Остальные 200 пока что отправим в Западную Германию. Оставим одно крыло тактических штурмовиков, остальное также отправим в Западную Германию. И на этом в принципе все. Вот таким сейчас составом мы будем захватывать Норвегию. Не забудем про атаковать Данию двумя пехотными дивизиями. Вот таким вот образом. Запустим морское вторжение. Поставим игру на третью скорость, чтобы все успеть. Также назначим авиацию на восток Северного моря. Именно морскую авиацию. Норвегия присоединяется к союзникам. И в Норвегии происходит переворот. Прожимаем первое решение. И теперь в Норвегии началась гражданская война. А мы как раз высаживаемся в демократическую Норвегию. Дания сдается. Конечно же, прожимаем первый вариант. И теперь у нас нейтральные дания. Пока что оставим 14 пехотных дивизий. В дальнейшем разберемся, куда их назначить. Отправим авиацию в Ютландию. Также наращиваем торговлю с Голландией. И назначим авиацию на Южную Норвегию, чтобы получить воздушное превосходство и высадиться в Норвегию. Запрашиваем, конечно же, право прохода через Швецию. В дальнейшем мы можем даже надавить на них и перебрасывать войска в Финляндию. Механическая пехота изучена. Теперь изучаем улучшенное пехотное снаряжение. Не забудем начать производство бронетранспортеров. Назначим пока что 20 военных заводов. И в строительстве как раз построим эти 20 военных заводов. Именно на сотой инфраструктуре. Вот таким вот образом. В конструкторском бюро грузовиков делаем упор на бронированную кабину. К сожалению, Италия вступила в войну каким-то образом. Ну, потому что новое обновление Ампса Гейнстернии добавило переворот в Норвегии. И как раз возникает трудность в этом. Поскольку раньше можно было просто захватить Норвегию. А тут еще переворот вымышленный. И Италии, конечно, очень плохо. Особенно в Африке. Не знаю, с чем это связано. Чего Италия, собственно, вступает в войну. Но ничего страшного. Мы не будем отклоняться от истории. Начнем операцию Гель. 10 мая две дивизии заняли порт. Расширяем Плацдарм. Еще две дивизии заняли порт в Бергене. Опять же, расширяем Плацдарм. Швеция разрешает провоз раненых. Продолжаем давить. И, возможно, мы получим право прохода у Швеции. Также две дивизии заняли морской порт в Норвегии. Расширяем опять же Плацдарм. Наступаем в горы. Можно даже сделать окружение. Заняли Транхейн. Опять же, расширяем Плацдарм. Атакуем норвежские дивизии. Идем через леса. Улучшенная вычислительная машина изучена. Теперь стоит начать изучение по четвертому строительству. Не обращаем внимания на штраф. В дальнейшем нам это окупится. На имеющуюся политическую власть. Прожимаем облигации военного займа. Чтобы получить приятные бонусы в строительстве. Тяжелые пулеметы изучены. Теперь изучаем конвейерное производство. Опять же, не обращаем внимания на штраф. Успешно наступаем в Норвегии. Атакуем в основном в горы. Ну, конечно, тут мы уже пешком идем. Но все равно это лучше, чем пригонять всю армию в один порт. Также наши дивизии заняли Тромсы. Постараемся расширить Плацдарм. И пойти уже в Нарвик. Можно даже отвлечь одну вражескую дивизию. Советский Союз нам предлагает торговое соглашение. Прожимаем первый вариант. Получаем довольно-таки приятное количество ресурсов. Также все-таки не забудем изменить шаблон истребителей. Поскольку, хоть и этот шаблон является довольно-таки неплохим в игре. Нам необходимо больше резины для производства таких истребителей. Мы немного его переделаем. Вот такой шаблон истребителей получился. Он неплох в бою. Но и самое главное, на него тратится гораздо меньшее количество резины. Обновляем его в производстве. И теперь у нас резина даже в избытке. Модернизация ПВО изучена. Теперь изучаем второе ПВО. Успешно занимаем позиции. Продвигаемся опять же в горы. Вот таким вот образом отрезаем южную часть Норвегии. Успешно котлим вражеские дивизии. Также наращиваем торговлю с Голландией. Можно перебросить две пехотные дивизии в Тромсе. 10 мая 1940 года начинаем операцию Гельб. Объявляем войну Нидерландам, Бельгии и Люксембургу. Две танковые дивизии в Нидерландах я назначу на прорыв побережью и взятие Амстердама. Две танковые дивизии под Кёльной я назначу на Эндховен. Также две танковые дивизии вправим в Ильеж, атакуем в Люксембург. И не забудем проатаковать Варденский лес, чтобы задержать бельгийские войска. Назначим всю авиацию, которая у нас есть. Танки молниеносно занимают Эндховен. Теперь идем в Антверпен. Другой танковой дивизии наступаем в Амстердам. Люксембург капитулирует. Теперь наступаем в Седан. А другую танковую дивизию отправляем в Бельгию. Опять же через леса. Успешно взяли Амстердам. Теперь идем в Гаагу. Также штурмуем Роттердам. Швеция запрашивает сделку на торговлю с шариком-отшипниками. Прожимаем первое решение. Мы получим неплохие бафы на производство истребителей. Ну, теперь, конечно, можно принимать запрос о вступлении Италии в войну. Успешно заняли Льеж. Теперь отправляем танковые дивизии в Бруссель. А от другой танковой дивизии наступаем в Шарли Руа. Взяли Антверпен. Теперь наступаем в Гент. Через четыре дня Нидерланды полностью капитулируют. Две танковые дивизии с Нидерланд отправляем в Бельгию. Также одну танковую дивизию назначаем на взятие Лёвена. Можно делать окружение бельгийских дивизий. Я назначу одну дивизию на Гордрейк. Прибыла одна танковая дивизия в Гент. Отправляем ее на взятие Одинкерка с выходом в Кале. Также другую танковую дивизию отправляем в Лиль. Наступаем в дальнейшем по равнинам. Две танковые дивизии окружили успешно бельгийские войска. Наступаем теперь по равнинам. Вот таким вот образом можно пойти в леса с дальнейшим взятием Реймса. Также одну танковую дивизию под Седан назначить в Реймс. Заняли Кале, теперь идем в Диеп, потом уже в Париж. Можно идти по лесам сразу в Париж. Также одну танковую дивизию отправляем в Реймс. Штурмуем Анкверпен. Ну и тут как раз можно зайти в Париж. У нас нет в принципе какого-то сопротивления. Наступаем в Диеп и идем по равнинам. Тут можно поддержать штурм Анкверпа на Ибрюсселе. Закрываем котлы в Бельгии. Теперь идем в Труа. Одну танковую дивизию назначаем в Рлиан. Взяли Труа, теперь идем в Дижон. Ну и 19 мая 1940 года Франция полностью капитулирует. Мы все-таки сделаем исторично и учредим в Бешевское правительство. Франция отдала нам 33 тысячи винтовок, некоторую часть артиллерии. Также можно закрыть оставшиеся котлы в Бельгии. Конечно, не успели это сделать. И в Норвегии мы проатакуем в Норвег и завершим все-таки нашу кампанию Везер Юбок. Фокус второй венский арбитраж завершен. Поступаем историчнее, отдаем северную Трансильванию в Венгрии. После этого можно взять фокус. Антикоминтерновский пакт. Чтобы его не забыть и выйти уже на войну с государством СССР. Ну и теперь, конечно, можно призывать Словакию войну. Мы получили с Франции очень много промышленности. У нас стопроцентное подчинение во Франции. Мы оставим во Франции гражданский надзор, чтобы у нас не падало подчинение. А в производстве на свободные военные заводы сделаем укор на истребители и штурмовики. Швеция дает нам доступ к телефонным и телеграфным сетям. Теперь можно в последний раз просить право на проход войск. Полет Рудольфа Гесса. 20 мая Бельгия конкулирует. Я, конечно, мог это сделать гораздо раньше. Но тут как бы свои особенности наступления в Бельгии. После этого мы берем 48 пехотных дивизий. Назначаем на них отдельную армию. Также объединяем две армии и назначаем их на оборону всех морских портов. Назначим Вальтера в модели в качестве глинмаршала. Не забудем поставить приоритет моторизации. Продолжим наступление в Норвегии. Назначим одну пехотную дивизию вот таким вот образом до Норвега. Не создаем временное правительство во Франции. Нам необходимо получить всю промышленность Франции. На свободные военные заводы делаем упор на ПВО. Примерно три оставшиеся части на средние танки. Два военных завода назначаем на производство пехотного снаряжения. Также два военных завода на грузовики. И оставшаяся часть на производство легких танков. Катастрофически не хватает ресурсов для производства средних танков и истребителей. Закупаем их в Португалии. Резину у нас не у кого закупать. Отменим строительство военных заводов. И начнем строительство НПЗ на сотой инфраструктуре. Югославия стоит перед выбором. Но на самом деле тут нет абсолютно никакой разницы. Прожмем второе решение. Также не забудем пожертвовать Болгарии некоторую часть истребителей. Болгария принимает нашу помощь. И мы с такого решения улучшим дипломатические отношения с Болгарией. Конечно же отдаем Болгарии южную добручу. Поскольку это исконно болгарские земли. Не забудем назначить одну армию на Югославию. А другую на Грецию. Пока что оставим вторую армию в Берлине. Поскольку Болгария еще не вступила в наш альянс. Венгрия хочет вступить в ось. Прожимаем конечно первый вариант. Но понятное дело, что Венгрия вступила гораздо позже, чем 30 мая. Если просят вступить в альянс, то конечно же примем ее. Также начнем оправдывать цель войны на Югославию. Нам нужно завершить все дела в Европе. И начать полномасштабную подготовку к операции Барбаросса. Не забудем и про танковые дивизии. Назначим две танковые дивизии на границу Югославии. Вот таким вот образом. Две дивизии отправим в Албанию. Чтобы наступать в Югославию и в дальнейшем в Грецию. А остальные четыре дивизии пока что отправим в Вену. Они нам понадобятся уже в греческой компании. А Болгария еще не вступила в альянс. И мы пока что не можем отправить их на границу Греции. Румыния хочет вступить в альянс. Приглашаем конечно же Румынию. Она естественно соглашается. 13 июня мы успешно заняли Норвег. Демократическая Норвегия полностью капитулировала. Остались некоторые французские дивизии. Нам потребовалось примерно два месяца захвата Норвегии. Если бы не дополнение Армс-агент Стирани, то мы это вообще сделали за 28 дней. Но к сожалению такая механика игры, что не позволяет нам захватывать Норвегию гораздо быстрее. В реальной истории конечно же Норвегия пала за 4 дня. А тут мы ее захватывали два месяца. А не забудем авиацию и отправим 4 крыла тактических бомбардировщиков в Югославию. Остальную часть пока что поставим в Берлине. Как только изучили корпус подводной лодки, изучаем базовый шноркель. Это нам необходимо для производства подводных лодок. На 150 политической власти стоит перейти на закрытую экономику, чтобы у нас было гораздо больше ресурсов. Отправим армию фон Бока на границу Советского Союза. Хотя даже можно взять 14 пехотных дивизий и назначить их на оборону Норвегии. И война портов, поскольку бот за Норвегию очень слабый и не в состоянии защищать свои порты. Мы это будем делать за него. Назначим генерала на навык обороны. Я назначу Кессенринга. Швеция дает право на проход поиск. И теперь через Швецию мы можем перекинуть свои войска в Финляндию и в дальнейшем как-то захватывать Советский Союз. Остается ровно год до операции Пропороса. Я готовлю 96 пехотных дивизий. То есть это 4 армии по 24 дивизии. Нам пригодится для успешного захвата Советского Союза. На все дипломатические протесты отказываемся. Охранение войны на Югославию выполнено. Не будем тянуть и сразу объявим Югославию войну. Не забудем авиацию. Сразу же ставим игру на третью скорость. И танковыми дивизиями наступаем в Морибор. Идем в Любляну. Также не забудем две танковые дивизии перекинуть в Албанию. Отказываемся на вступление в войну Италии, поскольку нам необходимо дойти до Белграда и поступить как-то исторично, взять Боснию под наш контроль. А если мы попросим вступить в Италию в войну, Италия окажется быстрее. Не будет отдавать Боснию. Возможно, даже заберет Белград. Нам это не будет выгодно. Две танковые дивизии заняли в Морибор. Теперь одну танковую дивизию отправляем в Загреб, а другую отправляем в Леса. Делаем окружение югославских дивизий. Идем в Баня Лука. Загреб заняли теперь. Атакуем югославские дивизии. Идем в Белград. Сделали окружение югославских дивизий. Танковую дивизию назначаем в Сплит. Котлы можно даже не закрывать, нам нужно как можно быстрее дойти до Белграда и заставить копилировать Югославию. Заняли Баня Лука. Теперь идем в Сараево. Атакуем одной танковой дивизии в Леса. Взяли Сараево. Теперь делаем окружение югославских дивизий вот таким вот образом. Успешно 3 июля заняли Белград. Идем в Ниш. Так, отменяем планы на наступление в Ниш. Югославские дивизии хотят закрыть нас. Ничего страшного. Атакуем одной танковой дивизии и берем Новеса. Одной пехотной дивизии наступаем по Равнинам. Одной танковой дивизии атакуем по Сплит. Взяли Новесад. Теперь ждем, пока организация пополнится. И идем в Банчо. Заняли Сплит. Теперь идем по побережью Югославии. Одну танковую дивизию отправим в Сараево, чтобы выйти в Белград и спасти одну дивизию. Такуем также югославские дивизии. Тут мы ударим в Белград. Одной танковой дивизии бьем под Горица. Освободили одну танковую дивизию. Наступаем в Ниш. А другой танковой дивизии в Приштину. Второе ПВО изучено. Не забываем сразу назначить новую модель ПВО в производстве. Она свободная ящейка для исследований. Изучаем дециметровые радары. Венгрия хочет вступить в войну. Отказываемся. Окружаем оставшуюся часть югославских дивизий. 15 июля наши агенты успешно подходит в Великого Барсанинского правительства. Одного агента убили. Но ничего страшного. Отправляем агента в Советский Союз на строительство разведывательной сети. Также не забываем про Югославию. И отправляем танковые дивизии в Скопье. Нужно пойти через Приштину. 20 июля все-таки призываем войну в Румынию и Италию. У нас напряженная обстановка в Югославии. Заняли Приштину. Теперь, как и планировали, идем в Скопье. Ударим в Панчево. И 25 июля 1940 года Югославия полностью капитулирует. Ну, мы, конечно же, поступим исторично и отдадим Далмацию Италии. Вот таким вот образом. Венгрии мы передадим Воеводину. Они, естественно, соглашаются. И теперь посмотрим на потери. Мы потеряли за все наступательные операции 40 тысяч человек. Ну, то есть 39 фактически тысяч мы потеряли за операцию Везер-Юбонг и Гельб. Неплохие результаты. А с учетом того, что мы все-таки продлили кампанию в Югославии, начинаем оправдывать цель войны на Грецию. Назначим одну армию на Грецию, другую на Советский Союз. Две танковые дивизии отправим в Гирокасту. Также две танковые дивизии отправим в Бессалоники. Оставшуюся часть пока что отправим в Варшаву. В дальнейшем я расскажу, как распределять их к операции Барбароса. Не забудем про планирование и назначим план наступления. Не забудем про авиацию и перебросим ее на Грецию. Фокус антикоминтерновский пакт завершен. Можно взять фокус на сжижение пля и получить скидку на синтетические ресурсы. В конструкторском бюро танков делаем укор на технологии бронетехники. Разворачиваем 96 пехотных дивизий. Назначим пехотных генералов. Опять же, вы можете назначать каких угодно генералов. Главное, чтобы у них были неплохие статы. Вот таких генералов я назначил. У нас даже есть некий перебор, что мы накрепили большее количество армий к генералу. Просто тогда создадим еще одного фельдмаршала. Эту армию в дальнейшем отправим в Гландию. А эту будем использовать на защиту побережья в западной части Германии. Или, возможно, для высадок. Не забудем поставить приоритет моторизации и начать их обучение. На свободные фабрики продолжаем строительство НПЗ. Вот таким вот образом. В конструкторском бюро грузовиков делаем упор на прорыв. Появился второй агент, мне не выпал соблазнитель. Берем мастера внедрения и отправляем его на строительство сети в Советском Союзе. 19 августа завершилось оправдание войны на Грецию. Объявляем войну Греции, призываем союзников. Назначаем авиацию сразу же на Грецию и начинаем атаку на греческом фронте. Не забудем про танковые дивизии. Отправим их в Фессалоники за выходом в Ларис. Италия вступила в войну. Теперь отправляем танковые дивизии в Афины. Я, конечно, оставил пятую скорость. Мы просто в бешеном темпе наступаем. Взяли Афины, теперь берем Халкиду. Одну танковую дивизию отправляем на Филопонес. Не забудем покрасить все-таки Фракию. Прибыла одна танковая дивизия в Филопонес. Отправляем ее в Патры. Появились свободные военные заводы. Назначаем на производство бронетранспортеров. Базовый шноркель изучен. Теперь изучаем шасси модернизированного среднего танка. Не обращаем внимания на штраф. У нас есть скидка на исследование данной технологии. Можно изменить шаблон подводных лодок. Вот такой шаблон подводных лодок получился. Он довольно-таки неплох в бою. И этот шаблон считается лодным шаблоном в игре. Насначаем конструкторское бюро. Снимаем с производства старые подводные лодки. Конвои можно уже не производить. У нас достаточное количество. И производим максимальное количество подводных лодок. Не забудем их прикрепить к адмиралу. Вот таким вот образом я назначил подводные лодки. Опять же, вы можете назначать их как угодно. В конструкторском бюро флота делаем упор на заметность кораблей. 10 сентября 1940 года Греция успешно конкулирует. И не забудем назначить 10 пехотных дивизий на оборону Греции. Вот таким вот образом. Также отправить одну пехотную дивизию в Гератреон. И теперь Болгария хочет вступить в Ось. Конечно же, принимаем это предложение. Италия хочет заключить с нами договор. Прожимаем первое решение. Полученное пехотное снаряжение изучено. Изучаем МП-43. Не обращаем внимания на штраф. В дальнейшем нам это окупится. Разрешаем болгарскую оккупацию. И Болгария получает Македонию, Фракию и Южную Сербию. 24 пехотных дивизий отправляем на границу Советского Союза. И не забудем назначить эксперта по армейской лобистике. Он нам даст неплохие бафы. А именно потеря от оснащения минус 8%. Что в дальнейшем нам поможет в операции Брабороса. Все 10 танковых дивизий отправляем в Варшаву. А все дипломатические протесты отказываемся. И примерно в октябре 1940 года я изменю шаблон легких танков. Заменим легкие танки на средней. И моторизированную пехоту на бронетранспортерах. Вот такой шаблон танков получился. Сохраняем его. У нас конечно не хватает бронетранспортеров. Мы можем все-таки до войны обеспечить бронетранспортерам все танковые дивизии. Не забудем поставить ПВО. Сохраняем этот шаблон. Фокус ожижения завершен. Идем в синтетический каучок. Происходит ивент на кризис зданий. Прожимаем первое решение. И после такого конечно стоит улучшить отношение зданий. Поскольку она может объявить нам войну. Запрашиваем поставку оружия. И запрашиваем датские войска. Дания соглашается. Венгрия хочет провести конкурс на истребителей. Прожимаем первое решение. И получаем опыт авиации. А в решениях не забудем начать военную подготовку Дании. Чтобы получать ежедневную поддержку фашизма. Но опять же это нам будет стоить приростом политической власти. На 120 дней. Ничего страшного. Прожимаем это решение. Как только наши агенты достигли 50% разведной сети в Советском Союзе. Ставим их на скрытность. И начинаем подготовывать второе коллаборационистское правительство. Япония предлагает заключить тройственный пакт. Конечно же соглашаемся. Поскольку в реальной истории тройственный пакт заключали Италия, Третий рейс. И в Японии пойдем по истории. В производстве 10 военных заводов снимем средних танков. И назначим их на бронетранспортера. Они у вас сейчас в дефиците. У нас не хватает резины. Ничего страшного. Можно закупить ее в Бразилии. Также некоторую часть у Франции. Как раз и у нас строится НПЗ. Что в дальнейшем исправит этот дефицит. Дециметровые радары изучены. Теперь идем в улучшенную переработку паучука. В конструкторском бюро авиации делаем упор на фюзеляжный бомбодержатель. Не забываем прожать облигации военного займа. И получить неплохие бафы в строительстве. Теперь у нас исчез дефицит резины. И нормально производятся истребители и бронетранспортеры. В производстве не забудем поставить улучшенный вариант танков. 10 военных заводов с легких танков можно снять. И поставить на бронетранспортеры. В конструкторском бюро артиллерии делаем упор на крупнокалиберные орудия. Улучшенная переработка паучука изучена. Изучаем модернизацию артиллерии. На свободные военные заводы делаем упор на истребители. Вот таким вот образом фокус синтетический паучук изучен. Идем в инновации в армии. В конструкторском бюро танков делаем упор на улучшение прицела наводчиков. 1 января 1941 года можно провести некие итоги года. Фактически за год мы захватили всю Европу. Чинили весь Бенилюкс и оккупировали Францию. Захватили Данию и Норвегию. Также захватили Югославию и Грецию. Успешно провели наступательные операции. Готовимся к операции Барбаросса. По ресурсам у нас вообще нет какого-либо дефицита. Мы сейчас ушли из дефицита резины. Также у нас активно строится НПЗ. Что, собственно, помогает производству истребителей и бронетранспортеров. У нас целых 403 фабрики. Экономика Германии просто сейчас на каком-то, опять же, пике. Фактически мы увеличили количество фабрик в два раза. На полях сражения у нас около 2 миллионов солдат, что немаловажно. И, в принципе, Германия уверенно идет вперед. Такими темпами мы можем сменить ход войны и выиграть Вторую мировую. 13-й пехотных дивизий я бы прикрепил к Федору фон Боку. В конструкторском бюро грузовиков делаем упор на стальной кузов. В январе 1941-го начнем разворачивать штурмовики и истребители. Также начнем их обучение. На имеющийся опыт авиации прокачаем доктрину. Я пойду через Первую доктрину за Германию. Она считается ультимативной. Мы должны обеспечить воздушное превосходство. Хоть мы играем штурмовиками, но лучше всего обеспечить воздушное превосходство. А потом уже действовать за различной авиацией. Прокачиваем одну технологию. Не забудем обучить пехотные и танковые дивизии. Венелюксе, Югославии и Греции у нас сейчас подъем сопротивления. Я поставлю военное положение. Поскольку у нас сейчас будет дефицит винтовок, мы готовимся к операции Брабаросса. И нам необходимо примерно 100 тысяч винтовок для проведения этой операции. Рейдинство 4 изучено. После этого изучаем модернизацию ПВО. Конвейерное производство тоже изучено. Теперь изучаем огневую поддержку 3. Сопротивление пошло минус. А винтовки пошли в плюс. Разворачиваем штурмовики. В конструкторском бюро авиации делаем упор на дальность. Чтобы было ровно 120 дивизий, я обучу одну пехотную дивизию. Также начнем обучение двух танковых дивизий. Разворачиваем истребители. На все дипломатические протесты отказываемся. Модернизация артиллерии изучена. Теперь изучаем улучшенные дециметровые радары. Инновации в армии завершились. После этого стоит взять фокус на подавление сопротивлений. Поскольку если мы сейчас возьмем фокус на 70 дней, мы не попадем в тайминг. Не начнем операцию Барбаросса вовремя. Пока что будем подавлять сопротивление. На 150 политической власти стоит поставить промышленный концерн. Он нам даст темпы исследований в промышленности, что немаловажно. На имеющийся опыт армии прокачиваем две технологии сухопутной доктрины. Разворачиваем одну пехотную дивизию. Прикрепляем ее к Федору фон Буку. Обучим эту дивизию. Перед началом операции Барбаросса стоит качать Гюнтеру фон Плюге вверх на яркого полководца. Вальтеру качать вверх на агрессивного отпадающего, чтобы получить прорыв 10%. Не забываем про авиацию и разворачиваем штурмовики и истребители. Венгрия предлагает конкурс на бомбардировщики. Соглашаемся и получаем опыт авиации. Также подавляем линейку в производстве. В конструкторском бюро пехоты делаем упор на прорыв и противопехот на атаку. В марте 41-го стоит назначить план вторжения в Советский Союз, чтобы получить бонус к планированию. В конструкторском бюро флота делаем упор на объемы производства. Разворачиваем танковые дивизии и начнем их обучение. Не забываем про авиацию. Модернизация ПВО изучена. Изучаем третью артиллерию. Опять же не обращаем внимания на штраф. В дальнейшем нам это окупится. Также обновляем линейку в производстве. 1 апреля 1941-го. Отменяем фокус подавления сопротивления. И берем фокус на войну с государством СССР. После этого мы ровно попадем в Дайминг. Достроились НПЗ. Теперь построим железные дороги, чтобы успешно наступать в Советском Союзе. Вот таким вот образом я улучшил железные дороги в Польше. И с помощью этого мы сможем нормально наступать в Советском Союзе. Финское правительство предлагает свои меры для войны с Советами. Конечно же соглашаемся. Можно отправить одну армию в Финляндию. В конструкторском бюро грузовиков делаем упор на прорыв. Не забываем разворачивать авиацию. Третья огневая поддержка изучена. После этого изучаем шасси модернизированного легкого танка. Италия хочет отправить нам 12 дивизий. Отказываемся. Я конечно не посылал Ромеля в Африку, поскольку все равно Италия там проиграет. Но мы это аккумулируем высадкой в Британию и дальнейшей капитуляцией союзников. Каким-то образом британские войска высаживаемся в Албанию. Закрываем котлы. В мае 41-го я изменил шаблон пехоты. Добавим туда легкие танки. И начнем обучение пехотным дивизиям. Прибыло 24 пехотных дивизии во Финляндию. Теперь эти дивизии расставляем на границу с Советским Союзом. Вот таким вот образом. На свободной фабрике построим радиостанции. И примерно 27 мая 1941 года расставим танковые дивизии на границу с Советским Союзом. Две танковые дивизии отправим в мебель. Еще две танковые дивизии назначим около Сувалки. Отправим две танковые дивизии в Седмице. Еще две танковые дивизии около Люблина. Также две танковые дивизии отправим на прорыв Львова. И последние две танковые дивизии отправим в эту клетку. Можно даже две танковые дивизии отправить в Брест-Литовский. Вот такое расположение танковой дивизии получилось. Опять же, мы сейчас будем действовать руками. Можно это делать автопланом. Но в таком случае мы потеряем гораздо больше людских ресурсов. И такой способ является самым эффективным для захвата Советского Союза. На 150 политической власти стоит поставить обязательную службу. Поскольку у нас сейчас нехватка людских ресурсов. Развернем штурмовики. Полученные дециметровые радары изучены. Теперь изучаем атомные исследования. Они нам дадут неплохие бафы в исследованиях. На свободной фабрике построим военные заводы. Вот таким вот образом. 9 июня 1941 года. Наши агенты успешно повелечили влияние коллаборационистов в Советском Союзе. Один агент был ранен. И теперь у нас 75% подчинение в Советском Союзе. Отправим в последний раз агентов на подготовку коллаборационистского правительства. Фокус войны с государством СССР завершен. Остается 12 дней до операции Барбаросса. Можно взять вот этот вот фокус. Он нам даст скорость строительства инфраструктуры. И скорость строительства железных дорог. В Советском Союзе мы будем активно заниматься строительством железных дорог, что в дальнейшем нам окупится. Пока что не объявляем войну Советскому Союзу. Сделаем это исторично. И теперь распределим всю имеющуюся авиацию. Вот таким образом я распределил всю авиацию. Основной удар будет на Восточную Польшу и Прибалтику. Поддерживать мы будем тактическими бомбардировщиками. Наступление на Украину. В оккупации поста военного губернатора Греции. В Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. А еще в Югославии. Поскольку у нас сопротивление снизилось до 20%. И нам необходимо больше людских ресурсов. Чтобы опять же как-то действовать в Советском Союзе. 22 июня 1941 года. Начинаем операцию Барбаросса. Сразу же Финляндия объявляет войну Советскому Союзу. Можно даже запустить автоплан. Поставить неагрессивное выполнение операций. Не забудем назначить всю авиацию. Приказы авиации я назначил вот таким вот образом. Включаем автоплан. И атакуем сразу же танковыми дивизиями в Гродно. Отправляем две танковые дивизии в Шоу-Ляй. Еще две танковые дивизии назначаем на взятие Пинска. Прорываемся ко Львову. Двумя танковыми дивизиями вступаем в Ковель. А тут пока что подождем, поскольку у нас организация не пополнилась. Ставим игру на третью скорость, чтобы все успеть. Две танковые дивизии стремительно идут к Шоу-Ляю. Берем Львов. Второй танковой дивизии можно отправиться в Ровно. Теперь, когда организация двух танковых дивизий пополнилась, назначаем ее на прорыв Гродно. Одну танковую дивизию отправим в Паневежес. Львову взяли, теперь окружаем советские дивизии. Вот таким вот образом. Ударим одной танковой дивизии в Лисай и будем наступать к Минску. Шоу-Ляй заняли, теперь делаем окружение в Курляндии. Повель заняли, отправляемся в Житомир. Основную тактику захвата Советского Союза, я надеюсь, вы поняли. Единственное, нужно следить за снабжением, танковыми дивизиями и авиацией. И тогда Советский Союз успешно капитулирует. За все наступательные операции мы потеряли около 250 тысяч людских ресурсов. Если еще вычесть 70 тысяч людских ресурсов с Европы, то получится вообще неплохие результаты. Да, конечно, можно потерять гораздо меньше людских ресурсов, но тогда мы пожертвуем временем, а все-таки хочется захватить Советский Союз как можно быстрее. После этого с такой армией можно захватывать Великобританию, но тут уже появляется вариативность. Некоторые игроки захватывают Великобританию через Ла-Манш, а некоторые через Северное море. Нужно, опять же, следить за флотом, назначить морское вторжение и подвести флот то место, где, собственно, будет происходить морское вторжение, и тогда вы успешно захватите Великобританию. Основную базу я, в принципе, вам рассказал. На этом ролик подходит к концу. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока.